Дмитриев Антон Владимирович, интегральный способ опридения тащины листочков терморасширенного графита Как история этой проблемы? В Челябинском есть месторождение графита, Тайгинский графит Вот эта карьера достаточно впечатлительная Две девятажки, но на краю стоять страшно Поэтому там начали производить окисленные графиты И так как эти технологии привели издалека, то никаких проблем не возникало Тем не менее, когда мы считали поверхность графита Не поверхность, а число листочков, используя свойства поверхности То получали какие-то цифры, которые как-то не укладывались Там какие-то десятки нанометров Это было подозрительно А потом возникла возможность проведения работы Работа по металловедению, материаловедению То есть получили материал самоспекающийся А в материале оказалось возможным определить И толщину листочка терморасширенного графита При солнечном палашке получали Окислительным утверждением среднетемпературного пека Расплав пека самопроизвольно распределяется по поверхности пушлинок или частичек терморасширенного графита Самопроизвольно Ровными слоями Дальше Если просто пек нагревать, то он скучится и даст коксовый остаток 20% А если его совсем окислить пек, то получится типа полу-кокса Твердый материал А между какой-то степень окисления можно положить, что материал спечется без скучивания И новые результаты оказались очень интересными То есть после окисления эту смесь размололи, спрессовали заготовки, обожгли, програффитировали И получили самоспекающийся материал Самоспекающийся материал Этот материал газо-водонепроницаемый И пористности нет, прочность порядка 600 на 6 кг То есть это плотность 1,5-1,6 То есть обычный конструкционный графит получили Исходный материал каменовольный пек Оптимально нашли, что 8% терморасширенного графита достаточно Если меньше, значит, то окисление будет не полностью проходить, а больше То нет смысла, потому что там лишний расход, там менее плотный получается материал И сжатие частиц происходит при размоле шаровой мельницы, а также при прессовании заготовок в глупую матрицу Значит, проводились опыты с вариацией температуры окисления Это 225, приблизительно там 250-300, 300 градусов, 350-450 градусов Граффитируются материалы 225, 350, 450 Получается искусственная графика, все нормально 275, я пишу, значит, вот Материал не граффитируется Этот материал самоспекающийся Он хорошо шлифуется до блеска Вода с него скатывается Он воду не проницает абсолютно Дальше начали собрать, что Какая структура этого материала А к этой структуре не подобраться, потому что мы не знаем, что там Когда мы, значит, вот Эта механическая прочность проведена, значит, вот И Денита мерили, значит, пикнометрическую плотность 1,8, вот И 1,6 материала И вот она никак не меняется, значит, вот Вот сомжига граффитации То есть, ну, как если мы берем не граффитирующий материал То стеклоуглер Не то, что метрическая плотность так не мерить То Там внутренняя корость Здесь тоже вот большая внутренняя корость То есть материал походит на стеклоуглер Значит, здесь представлено, что Это исходный терморасширенный графит А внизу, вот Ну, он смятый, видно, что там вот Все листочки, значит, вот То есть это легко вносшие все листочки Дальше Как распределяется пик по поверхности Аморширенного графита Взяли, сделали модельный образец 50% пика, 50% ТРГ Обожгли Ну, то есть, спрессовали немножко Получили плотность где-то 0,25 И обожгли Получили, значит, вот В сканирующей микроскопе Больше и меньше увеличения Видно, что Ровно распределился пик Пластинки Ровные Вот И слои ровные То есть распределение пика Можно считать равномерным И вот Никаких проблем в этом нет Ну, действительно Калорийный химит У нас Вот распределяется, скажем Вот Вот Каждый раз, когда мы замачиваем там Спавлом что-то, значит, все Распределяется, покрывается пус Так Структуры материала Значит Зеленые образцы Видно, что В результате размола Чешнуки сжались, да, значит Вот И восстановили форму свою Вот Обожженный материал Справа Видно, что Это сканирующая микроскопа Видно, что Вот Пластинки Скалываются При разрушении Вот А при высоких Разрешениях Опять-таки Невозможно Разглядеть там, значит Вот Структуру Слоистую структуру Материалу Потому что Различные Очень большое Различие Свойств между Листочками графита И Коксом И Когда они раздираются Получается Такие вот Острые, значит Вот Это На эмиссию, скажем Конечно Дальше Дальше Когда мы брали Недостаточное Окисление То получался Как самодобный материал То есть Образовались поры Как в коксе Вот И Тоже здесь Трудно Рассмотреть Микроскрутуру Потому что Ну Вот При самом большом Увеличении Да, значит Вот И Там До Десять тысяч Вот Значит Вот И Это Самые Отслаиваются Тункие Пластинки Отслаиваются Тункие Пластинки Да, значит Вот А толщину Замерить невозможно Что Там Непонятно Как Электроны Отскакивают Значит Это Самоиспекающийся Литериал Прочный Да, значит Вот Вот Замерзан Непроницаемый Вот Здесь Тоже Видно Что Эти самые Вот Чешуки Восстановились Да, значит Вот Вот Видно Отслаиваются Графеновые Листочки Листочки ТРГ Листочки ТРГ И При нормальном Таком Наибольшем Увеличении Нашли Участок Где Видно Слоистая Структура Видна Ровные Слои Что Видно Это Просветствующий Микроскоп Кокс Мы Смотрим Почему Потому что Листочки Терморочин Графита А С Коксом Видно Что После Графитации Есть Ленточная Структура И Периферийная Структура Фолереноподобная Более тонкая Фолереноподобная Структура То есть Это Обычная Картина Для Стекловой Уроды Но В чем дело Что У нас ЖПЕК Распределился Фолереноподобная Структура И Ленточная Структура То есть Фолереноподобная Самопроизвольно Образовал Глобулы Образовал Глобулы Но Это Отдельная Работа Нас интересует То Что Раз Типа Стеклогерода Он легко Колится Пластинка Колится Удалось Получить Вот Получить Где Перпендикулярно Вот Эта Пластинка Она Раскололась Перпендикулярно Поэтому Бедна Стала Слоистая Структура Ну Как говорится Грех не Успользовался Раз Есть Слои Структуры Можно Сочетать И толщину Первых Слоев А потом Пересчитать На толщину Листочку Почему Потому что Мы знаем Сколько ТРГ взяли Сколько Ушло Вылетело То есть Выходы Получить И получилась Формула А если Перегреть Получается Порошок Который Сытится Там Листочка Видно А Поколёт Не Колется Так Это Структура Значит Если У нас Недостаточно То У нас У нас Листочки Не Выделяются Сам Испекающиеся Материалы Листочки Отделяются И Когда Переокислили То Идёт Расслоение По Сжатым Слоям Кокса У нас Тоже При всей Той Простоте Можно Прочитать Эту Формулу Здесь Вот Это Толщина Листочков Трг Это Толщина Слова Листочков Трг И Той Смести То Что Мы Определяем ДК Это Удельный Вес Материалы Вот Когда Редактивная Ошибочка Это Не Фазы Это Само Материал Удельный Достаточно Умерить Вес Материал И Это Подставится Фазу Там Мы Не Потому Что Если Форму Правильно В Листочках Терма Расширного Погрешность Измерения Ну Погрешность Оказывается Что Очень Невелика Почему Потому Что Мы Меряем Пакет Там Вот Восемь слоев И Сканирующий Микроскоп Эту Величину Можно Заменить Достаточно Точно Вот Выхода Годного Число Частиц Значит Вот Угла Разоритации Достаточно Небольшие Погрешности Расчетная Где-то Получается Расчетная Получилось Где-то Порядка Одного Слоя На 15 Слоев Вот То Что Замерил Получилось Погрешность Там 3% Ну 3% Три раза Когда я промерил Получил Вот Видно Три измерения Да Вот Получилось Что Значит Толщина 4,73 нанометра Да Вот И Вот Это Там 15 Листочек Вот Вот С чем Это можно сравнить С чем Это можно сравнить Значит Вот В этом Марше И Тут По-французски Вот Сиза Вот Автор Да Значит Вот Они использовали Общую поверхность Определенно по Криптону Общую поверхность Определенно по Криптону То есть Они получили поверхность И Просчитали Используя ту самую Вот 2500 Или 2700 Да Значит Вот Вот И Толщину Одного Листочка 0,35 нанометра Да Значит вот Они Видом получили Что у них На Том граффити Который они получили Толщина составила 15 И 23 нанометра Вот Или 46 И 48 углеродных слоев Ну Если это сравнивать Как-то там Распределился Этот самый Энтреколят Да Между слоями Да Значит вот То получается Что Вот Эти самые Кузыри образовались Значит вот Между 68 слоев Да Ну Не смущайтесь Вот Вот Куда Как он Там Энтреколят То есть Эта цифра Получается Вот Реально Так вот Не совсем Реально Вот Но Как они считали Значит Табличное значение Для Криптона 20,2 Да Они брали 15,7 Это Три Ячейки Не ячейки Вот Если взять 9 ячейки То получится Как раз 5 нанометров Но это же Идет на криптон Значит Три ячейки Это табличное значение То есть Что имеет Это тоже Вот И второе Дальше Значит Вот Какие еще есть методы Китайцы Появили большой интерес К этому делу Они получили цифры Размолок Терморасширенный Графис Порошок Они получили цифры От 1 до 10 нанометров Среднее 5 нанометров То что я получил Вот Дальнейшие все Измерения Они вот В приглядку Значит Пишут Хорошо если Меньше 100 нанометров А иногда Оказывают 20-60 нанометров То есть Это вот Цифры Абсолютно Значит Произвольные Вот Но это же написано Там И на гафе Скажем Пишут Хорошо Значит Ну и Конечно Вот Мне тут претензии Представляют Коллеги Что Как я там Тестировать свои Риминографические исследования Вот Материал Для тестирования Пожалуйста Замерим толщина Смерили Вот И когда мы Произвели Пересчет То получили Значительно Увеличенное Значение То есть Этим методом Можно Инструментальную Прогрешность Вот И Если Есть Интерес Вот Вот И Вот Выводы Значит Самоиспекающийся материал имеет свойственную структуру Да Вот Измерена толщина слоев в пакетах Происпормирующим Электронным микроскопом Предложена Полного Выполнен расчет Толщины листочка сережного расширяного графита Для Окисленного графита Марки 4 То, что в Челябинске производилось Вот Мы получили 4,7 нанометра Это 12 листочков Вот Она Толщина Вообще-то по порядку Величине Соответствует Данному Использованию Просвечивающего Электронного микроскопа Вот А С криптом Тут Я не знаю Это опять Вопросы сложные Смотреть Какая площадка Табличное значение Во всяком случае Вот Здесь Не подходит Вот Спасибо за него АПЛОДИСМЕНТЫ